В эфире специальный выпуск программы «Панорама». В студии Кристина Дорофеева. Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о главной теме этих дней. В Якутии по-прежнему действует режим повышенной готовности, направленный на профилактику распространения коронавируса в стране. На данную минуту в Якутии официально зарегистрированных случаев заболевания им нет. Тем не менее у нас, жители Алмазного региона, остаются вопросы. Вчера в это же время мы принимали их в прямом эфире. Принимаем и сейчас по телефону редакции 8 800 255 21. В комментариях к этому видео на YouTube и в Инстаграме. Ответы озвучим в ближайших выпусках, но сейчас сосредоточимся на темах, которые волновали вас, телезрителей, вчера. Коротко о ситуации на данный момент. Во всех районах Якутии школьникам продлены каникулы. Студенты перешли на удаленное обучение. Рекомендовано закрыть кинотеатры и культурные учреждения. Почему же не закроют детсады и точки общепита? Один из самых популярных вопросов, заданных вами вчера. Как сообщила на брифинге для прессы зампред правительства Якутии, сады не закроются, пока не будет предложен новый механизм действий, кроме дезинфекции помещений. Соответствующие правила, связанные с тем, как будут обрабатываться детские сады, какие меры применяться, у нас сегодня по системе отработаны. Необходимо обратить внимание на следующий момент. Сегодня уже у нас количество детей в детских садах уменьшилось. Если у нас группа состоит в одном из детских садов, сегодня мониторила ситуацию, 30 детей должно быть, всего детей 7. Конечно, это связано с тем, что старшие дети у кого-то находятся рядом, то есть ребятишки есть под присмотром. Соответственно, будем исходить из ситуации, которая у нас действует в том или ином случае. Ольга Балабкина также добавила, что вопрос оплаты услуг детского сада в случае, когда ребенок уже не посещает его, сейчас решается только в индивидуальном порядке. Миринская районная больница нуждается в волонтерах. В связи с режимом повышенной готовности, врачи будут осуществлять прием пациентов с подозрениями на инфекцию коронавируса на дому. Об этом сообщили на санитарно-противоэпидемиологической комиссии при главе Миринского района вечером 18 марта. Медики попросили у решата из Мухаммедова дополнительные автомобили для выезда на вызовы и разрешить допуск врачей на территорию аэропортов в Мирном и Полярном, чтобы забирать граждан с подозрениями, прилетающих из других городов и стран, прямо из самолета. С сегодняшнего дня будут проверять все воздушные судна, которые приземляются в районе. В центральной районной больнице подготовили 50 коек, решаются вопросы по питанию граждан с подозрениями на коронавирус. Обсуждают власти их доставку продовольственных товаров в магазины региона. По магазинам у нас продовольствия достаточно, а в то же время вызывает озабоченность у оптовиков, что в дальнейшем может быть нехватка продовольствия. В связи с этим отрабатываются мероприятия, и мы уже подготовили письма, их отправили. По организации завоза продовольствия вдоль трубы по технологической трассе после того, как закончится зимник. Ну и по необходимости также доставка грузовыми самолетами авиакомпании «Алроса». А мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые касаются темы коронавируса. С 28 марта школы Якутии начнут работать в дистанционном режиме. Жители Ленска и Мирного интересуют, а готовы ли учреждения к такому формату. Есть ли оборудование? Подробности разъяснили в Управлении образования. Дистанционный режим работы для нас вообще не новость. Потому что, вы же знаете, фактически ежегодно у нас бывает карантинный период, когда мы детей на дистанционные формы обучения переводим. Это первое. Второе, конечно, то, что большие школы действительно владеют этими методиками. Там, где нет скоростного интернета, там индивидуальное обучение проходит. Но, с другой стороны, это маленькие школы. Сульдюкарта, Сюрях, например, там очень маленькое количество детей. Поэтому все будет хорошо. Можно ли детям выходить на улицу? Это также один из частых вопросов, задаваемых редакцией. Возможно, он основан на слухах о штрафах родителей за появление детей и подростков в общественных местах. Слух нам еще вчера опровергли в районном управлении образования. Это ложная информация. Никакого такого решения нет. Я очень попросила бы педагогов, классных руководителей, социальных педагогов. Не надо придумать то, чего нет. Но, конечно, нет. С другой стороны, я хотела бы к родителям обратиться, что все-таки должна быть гражданская активность. Нас что пугает больше? Нас штрафовать или не штрафовать будут? Или все-таки здоровье детей? Запрет на прогулки детей назвались фальсификацией и в Ленском филиале Роспотребнадзора. Запрета на нахождение детей на улицах нет. Разрешено посещать и заведение общепита. Рекомендовано лишь усилить дезинфекцию в таких заведениях. Специалисты еще раз обращают внимание, что временно запрещены лишь массовые мероприятия. Закрыты образовательные учреждения, дополнительного образования и спортивные объекты. Разумный вопрос в такой ситуации поступил от сотрудников образовательных заведений. А что делать нам? Ведь персонал, по сути, остается без работы. Ответ управления образованием. Что касается штатных сотрудников школы, им будет начислена заработная плата, как и в остальные каникулярные периоды. Персонал, который работает не в штате школы, а в компании подрядчика, рассчитывается на усмотрение конкретного предприятия. То есть вопрос нужно адресовать им, руководителям. От редакции телеканала рекомендуем сотрудникам, оказавшимся в подобной ситуации, обращаться в профсоюз в случае членства и к своему руководству. Ну и если ситуация не разрешается, обращайтесь к нам. И к сообщению, которое подтвердилось только сейчас. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» приостанавливает работу всех секций, кружков, тренажерных залов, бассейнов, горнолыжной базы. Отменяются все ближайшие мероприятия. Решение принято в связи с продолжающейся угрозой завоза и распространения коронавирусной инфекции. За актуальной информацией по данному факту следите в аккаунте Instagram собака КСК нижнее подчеркивание Алроса. И продолжаем выпуск. Приобрела на 21 марта билеты Ленск, Якутск и обратно. Использую северный проезд. Могу ли отменить использование северного проезда? Такой вопрос задала наша телезрительница. Правда, не представилась. Отвечаем. Да, можете. Вам нужно в первую очередь обратиться к своему руководству. Подробнее нам разъяснили о возврате средств за изначально невозвратные авиабилеты. Если билет приобретался как невозвратный тариф, то мы тогда выходим, если он у нас приобретался, выходим на авиакомпанию. И сегодня, по крайней мере, авиакомпания Алроса, невозвратные билеты по ситуациям, которые связаны с коронавирусом, как то, значит, например, закрытие границ, он возвращается полным рублем, никаких тут вопросов нет. И завершаем вопросом, который апеллирует более к совести сограждан. Как можно быть уверенным, что человек ответственно отнесется к самоизоляции? Его же никто не проверит. Прокомментировал вопрос глава Миринского района. В настоящее время и по акционерной кампании Алроса, по бюджетным организациям составляется список туристов, которые находятся в данное время за пределами Российской Федерации. Особенно наше внимание, конечно, те, которые находятся в зоне повышенного риска, там, где объявлена сложная педагогическая ситуация из-за коронавирусной эпидемии. Все эти списки должны быть предоставлены в Роспотребнадзор. К этой минуте это вся информация. Напомню, мы принимаем ваши вопросы по теме по телефону редакции 8 800 255 21. Звонок бесплатный. Пишите нам и в комментариях к этому видео на YouTube и в Instagram. Ответы озвучим в ближайших выпусках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова